Здравствуйте, друзья! Как обычно, по вторникам мы в доле с проектом «Бизнес-молодость». У нас в студии сооснователь этого проекта Михаил Дашкиев и основатель компании инженерных решений для бизнеса «Фабрика мысли» Алексей Наняшвили. Привет! Здравствуйте! Что такое «Фабрика мысли»? Звучит просто как Чарли «Шоколадная фабрика». Совершенно сказочно и волшебно. Как будто там куётся мысль. Ну, как минимум, знаешь. Что-то такое сразу. Какие-то порталы во времени. Люди в халатах. Да. Материализаторы и демотиваторы. Да. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что представляет компания, чем занимается, сколько зарабатывает и так далее. Ну, на данный момент занимается компания несколькими направлениями. Первое направление, с которого всё начиналось, это инжиниринг на заказ. То есть разработка нестандартного оборудования, совершенствование продуктов, решение технических задач, понижение себестоимости материалоёмкости каких-то изделий. То есть приходит какой-нибудь человек и говорит, вот мечтаю о лазерном окучивателе картошки. Не могу такой найти. Можете сделать, ребята? Вот если бы они приходили бы ещё с такими запросами, было бы вообще круто. Потому что приходят иногда и просто идёт такая исходная ситуация. Вот вроде у меня есть производство, например, и я хочу, чтобы я меньше платил зарплат, чтобы производительность была выше. И то это даже очень хороший ещё вариант. То есть во многом приходится иногда вытаскивать проблемы и задачи у предприятия. Это вот одно направление. То есть такая оптимизация деятельности. Оптимизация деятельности, создание продукта, которым они могли бы выйти на новый рынок или часть рынка конкурентов захватить. Или просто есть у них продукт, который не дотягивает до рыночного только потому, что там есть какая-то нерешённая техническая задача, какое-то свойство нереализовано, которое им не позволяет выйти на рынок. Это вот одно направление. Второе направление – это создание и коммерциализация инноваций. То есть есть такая мечта, задача – сделать конвейер по созданию инноваций и коммерциализации. То есть инновацией может быть новый продукт, новая услуга, новая технология. Создание идеальных продуктов. Создание так называемых идеальных продуктов, идеальных услуг. Ну, то есть человек, которому пришла в голову любая какая-нибудь удивительная мысль, может прийти, попробовать с вашей помощью это запатендовать и произвести. К нам могут прийти несколько людей. Первое – это и правда те люди, которые имеют свои какие-то идеи. Это могут быть учёные, инженеры, просто предприниматели. Они приходят и говорят, вот у меня есть такая идея, помогите мне её реализовать. Это одно направление. Второе направление – это могут люди прийти, вот у меня такой бизнес, я хочу создать инновации внутри своего бизнеса. То есть они понимают, что они могут получать клиентов благодаря агрессивной рекламной какой-то политике, благодаря там бешеному шквалу холодных звонков, в общем, такой агрессии. Либо причиной для того, чтобы клиенты покупали у них, может быть сам продукт. Просто у меня утеплитель, который лучше, чем у других и дешевле. Или вот как помнишь, да, про кондиционеры мы рассказывали с Женей Ронжиной. Это же ваша разработка, да? Вот эта штука, которая даёт ему не капать. Да, которая вот не капает на подоконник, и всё. Слушай, ну на самом деле это звучит очень как-то вообще всё равно волшебно. Фантастически сказочно. Да, и фантастически. Но с другой стороны, мы живём в 21 веке, и казалось бы, что уже вообще всё, что можно было изобрести, изобрели. И все инновации сейчас, наверное, могут касаться только вот ещё большего комфорта, улучшения качества нашей жизни. Или нет? На самом деле есть ещё области, где работают там не просто молотком, а даже камнем. Но есть области, которые отстали по тем или иным причинам. Или растут технологии, появляются новые материалы, появляются новые технологии производства. И продукты не всегда поспевают за вот этим ростом. То есть вообще какая у меня была мечта? Соединить фундаментальную науку и прикладную науку. Потому что в фундаментальной науке, как правило, рождаются такие технологии, которые поначалу не очень видно даже, где их применять. Но если их привести в прикладное русло, то это могут быть реально новые продукты. Слышь. А вот понятно, что мало чего понятно, на самом деле, конечно... Нет, мне понятно, кстати. Из чего? Соединить теорию с практикой. Ну, я имею в виду вообще про вот этот сказочный бизнес или как сказочную науку. Хотя я вижу, что она не сказочная, а вполне себе реальная. Скажи, пожалуйста, кто ты такой? То есть, ну, что ты из себя представляешь? Какой у тебя опыт за плечами? Где ты родился, вырос? Как ты начинал? В общем, своя история до сегодняшнего дня. Ну, если так кратко, каким-то вехами. Родился я на Кольском полуострове. Есть такой маленький городок, Кавдор. 30 тысяч населения. Совсем маленький. Вот. Там я закончил школу. Свою первую буровую установку я принимал в 5 лет. Лёша есть сын. И я всё время шучу, что он уже, наверное, какой-нибудь интеграл там рассчитывает. Или корень кубически извлекает. Кто родители? Мама у меня была в завидующей библиотеке. Поэтому книжек у меня всегда было в вагоне. Я мог в 12 часов ночи нужную книжку всегда взять. Потому что городок маленький. Там за 15 минут можно пройти весь город. Даже светофоров одно время не было. Папа, он начальник цеха по ремонту таких, знаете, есть большие комацу, большие машины. У нас образующий комбинат был горный. И когда я закончил школу, я поступил в три вуза сразу. Первый вуз это был горный. Московский университет. Меня брали на любую кафедру. Это такая рельса была бы. Ты закончил золотую медаль в школу? Нет, нет. Брали потому... А что, подожди, ты как-то отметился какими-то победами в Олимпиадах? Я просто был хорошим физиком, математиком. То есть у меня хорошо шла физика, причем не сразу. Меня одно время даже в классе восьмом не пускали на факультатив по математике, потому что считали, что был для тех, кто знает математик. Для продвинутых. А я упорно туда все равно шел, шел. И в конце концов к классу десятому я стал лучшим математиком в городе, лучшим физиком в городе. Вот это да. И я поступил в Горный университет, поступил на Мехмат Санкт-Петербургского университета и поступил в Бауманку. И у меня была такая дилемма. Ну я Горный сразу как-то отмел, потому что я не хотел возвращаться в Ковдор и там всю жизнь работать. У меня была дилемма, идти в фундаментальную науку или в прикладную. И сработал такой юношеский максимализм. Я подумал, пойду на прикладную, а фундаментальную и так освою. И так и получилось частично. Я когда поступил в Бауманский университет на кафедру энергомашинстроения и кафедрой была теплофизика, я стал ходить на разные конференции, семинары, спецкурсы в МГУ, в МФТИ. Слушай, а как у тебя еще времени на это хватало? У меня учеба в Бауманке настолько изматывающий процесс, что, в общем-то, кроме нее больше уже мозга не должно ни на что хватать. Нет, я еще после второго курса устроился работать инженером, а к третьему курсу у меня была еще одна работа инженерная, а к курсу пятому еще одна, то есть у меня три инженерных работы. Ну, в общем, совершенно вундеркиндный. Нормальный случай, нормальный случай для нашей курсовки. Ходил в театральную студию еще где-то на курсе пятом, занимался спортом. Ну, изначально в детстве, я в городах маленькие, я успевал в очень многие места ходить. У меня была и музыка, и спорт был, всегда спорт был. У меня первый разряд по самбо взрослый, в пробегах участвовал, там, Москва-Мурманск, Москва-Плесец. Да, ты же 18 километров бежал. 18 километров подряд по Мурманску утром бежал. И вот такой вот максимализм меня вот позволял все делать. И вроде бы казалось, что я распыляюсь, потому что я ходил на те семинары, которые сначала не все понимал. Там я уже через два года понимал больше. История румынских кошек. Роль графа Дракулы, да? Это мне дало... Производство пузырьков. Пузырьков с огромным количеством ученых, с Нобелевским лауреатом. Увидел крутых инженеров уровня, там, Черток, например, который был замом Королева, который в 90 лет мог вот так 40 минут простоять и рассказать лекцию про будущее космонавтики. А, кстати, проси, пожалуйста, вот это действительно уникально, ведь люди, которые всю жизнь так напряженно работают мозгом... Я вот недавно общалась с одним знаменитым океанографом. Ему тоже за 80, он профессор, преподает до сих пор. У них настолько ясный ум, и с Капицей мне повезло, посчастливилось делать интервью. Потрясающе! Возраста нет вообще у этих людей. У них настолько... Они такие потрясающие рассказчики, при этом они со всеми своими фундаментальными знаниями и Нобелевскими премиями могут мне, которые вообще ничего в этом не соображают, очень доступны языком... Объяснить в простом языке. Да, самые сложные вещи. Это вот у нас с Лешей постоянно происходит. Я играю роль такого, знаете, тупого, какого недалекого человека, он мне всегда объясняет на пальцах. Ну, это, видимо, особый талант, который... Я стал это изучать. Да, тебе дался. Мне... Ну, я с такими людьми пообщался, столько понабрался. Ну, я рано стал таким осознанным. У меня с первого курса была мечта вот создать такой центр. Я думал, ну, к 50 годам, когда буду великим мужчином, мне дадут доверие руководству центром. И вот так будет. А как вот началась практическая работа? То есть вот ты на студенческой скамье, вот ты пишешь конспекты там, считаешь свои формулы. Большим рывком было для меня, когда я устроился в клуб «Красная звезда» в отдел перспективных разработок ядерных энергоустановок для космоса. Мне так нравятся такие названия. Плазмное химическое обогащение кварца. Потом, да, было плазмное химическое обогащение кварца, тепловые двигатели в институте прикладной математики. То есть я тогда, ну, увидел, как работают инженеры, как создаётся от ТЗ до опытных образцов. Я курировал эксперименты, я курировал работу с профессорами расчётные. То есть, ну, вот я тогда увидел структуру всего этого. И я увидел, что я могу вести разные проекты. В разных областях. В разных областях. Я тогда начал изучать системный анализ, теорию решения избирательных задач, познакомился с руководителем Московского общественного института технического творчества, стал там обучаться. То есть, ну, мне нужно было это, потому что информации много, мне надо было успевать, мне надо было всё это систематизировать. И мне это очень многое дало, на самом деле. Вот я там закалился. Когда я пришёл к первому своему заказчику и расписал, как я буду решать его задачу... А что за заказчик был и какая тема была? Получилось так. Когда я закончил вуз, у меня было, как всегда, куча тропин, куда надо идти. А вот куда ты свернул и по какой причине, мы расскажем после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами. Это программа в доле сегодня о науке. У нас в студии сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев и основатель компании инженерных решений для бизнеса, учёный. Компания называется «Фабрика мыслей», а учёного зовут Алексея Наниашвили. Он даже пришёл к нам в халате. Это шутка. С пробиркой в кармане. В начале нашей программы мы, конечно... Ну, я, по крайней мере, сижу и совершенно... Даже не могу передать свои эмоции и чувства, потому что ты так легко, Лёша, говоришь о том, что вот мне надо было это, я пошёл этому пообучился, вот здесь я обучился, вот сюда я пошёл. Я не представляю себе, как у человека может быть столько сил и столько ёмкости в мозгу, чтобы всё и впитать, все эти знания, которые ты впитал. Но самое мало для меня понятное, это как потом всю эту гигантскую операционную систему теоретическую вывести на какое-то практическое русло и ещё и представить какому-то клиенту. Как вообще у тебя возникла идея что-то кому-то продать? На самом деле была идея это не продать. Я когда закончил ВУЗ, у меня были тропинки. Пойти в аспирантуру, остаться там, где я работал, устроиться в компанию, я устроился в своей мечте, которая делала технические проекты для больших компаний, на заказ инновационный. Я пошёл туда вот за опытом, мне казалось, что это компания мечты. Я пришёл, отработал два месяца, начался кризис в Америке, и меня сократили. Я подумал, ну в инженерную среду просто возвращаться не хочется, хочется заниматься тем, чем хочу. Я подумал, ну давай тогда буду делать такую услугу здесь, в России. Тогда она была ещё в зародышном состоянии. Если она нужна в Америке, то здесь-то она тем более понадобится. Да, проблема только была в том, что и до сих пор проблема остаётся, что самой идеей, то что предприниматель или бизнес может получить нечто инновационное, и не за 200 тысяч миллионов бешеных долларов, а вполне за приемлемые деньги и сроки, вот этого понимания в России не было. Было понимание, что любое изобретение это свойство какого-то гения или случайности. Как минимум Нобелевского лауреата. Да, да, что это яблоко упало по голове, и вот па-бах, я придумал. Да, но это не для меня, это яблоко. Да, да, да. И не для моего бизнеса. Куда уж мы не... Именно. А у меня была технология. Я мог сказать, как я буду решать вашу задачу, или как я буду придумывать, прямо вот расписать. И как ты нашёл своего первого клиента? Я подумал, надо бы позвонить, есть такой у нас клуб успешных выпускников императорского училища. Я там был стипендиантом. Какого училища? Императорского. Ну, раньше МГТУ и не Бауман назывался императорское училище. Ага, ничего себе. Вот. Это круто звучит. Это круче, чем Бауман, кажется. Да, это круче, чем МГТУ. Клуб успешных выпускников. Да, и там были очень разные люди, и бизнесмены, и политики, и учёные. И там я, прощаясь с одним из выпускников успешных, просто с ним вот так попрощался, он говорит, о, трудяга. За руку. Просто по рукопожатию. По крепкому рукопожатию определил в тебе трудягу. Да. Так. И мы с ним чуть-чуть пообщались, я ему рассказал, что хочу создать вот такой центр, который бы фундаментальный наук, ну, вот, рассказал бы мечту. И вот я сижу, меня уволили и сократили, мне надо снимать квартиру, мне надо питаться, и думаю, ну, буду делать услугу. И хотел ему позвонить. А через два минуты он мне сам позвонил и пригласил на один из, на одно из предприятий, специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при МБП, посмотреть. Чем занимался? Они занимались разными барокамерами, ингаляторами гель-кислородными, генераторами кислорода, ну, вот, разными вот такими полугражданскими, полувоенными, полумедицинскими вещами. Я приехал туда, меня видели там как сотрудника, ему уже был, видимо, теплофизик, а я для себя решил, что, ну, нет, я буду делать услугу. Я тогда еще не называл это бизнесом, вообще ничего про бизнес не знал, я просто хотел заниматься тем, что я люблю заниматься. И я сказал гендиректору, ну, я вам перезвоню. Сказал, мы готовы с вами работать на договорах подряда. Я пришел, увидел задачу, взял, потом был затык, как сказать, цифру, потому что я понимал, сколько это стоит. В смысле, сколько стоит, да? Сколько стоит, да. Я понимал, что вот это вот стоит столько, потому что я работал и видел, сколько делают это профессора, там, инженеры. А за сколько? Ну, это, например, там, может быть, тысяч 30, тысяч 50. Рублей. Рублей. А мне нужно было жить, там, 3-4 месяца снимать квартиру, питаться. И вот цифра родилась оттуда. Я сначала долго себя убеждал. Вот почему это может столько стоить? Я написал там список из 8 пунктов, ну, вот, убедил себя каким-то образом, пошел. И убедил его? И самое интересное, что я пришел, сказал цифру, 5 секунд подумал, сказал, окей. А какая была цифра? Цифра была 400 тысяч рублей. В 100 раз больше. Да, я правильно посчитала? В 10. Да? Мне простительно. Я специально, чтобы оттенять твои научные деньги, туплю. В 10 раз больше. И он сказал, окей. Почему? Было окей. Ты, зеленый выпускник в Бауманке, без опыта, без научного звания, без Нобелевской премии, продал ему идею, которую профессора делают за в 10 раз меньшее деньги, и он ее купил. Почему? А можно я отвечу на этот вопрос? Да. А потом, Леша, ответ на этот вопрос. Причин две. Прежде всего, что, к сожалению, у нас в России себя совсем не ценят профессора. Это одна причина. Это их проблема. Да. И никто не ценит профессоров. Ну вот, научный мир, он на самом деле отчаянно нуждается в деньгах, и очень задешево вообще ценится у нас мысли и интеллект. Это вот так сложилось пока. Уже меняется, кстати. Мы это меняем. Да, с помощью Алексея, причем успешно. А второе, это чувство некой, знаете, наглости, граничащей с уверенностью и на самом деле с непоправимой пользой, которую нанесет эта услуга. Ведь человек, получив решение, окупит его там за один час работы, производства. А это была государственная организация? Нет, она была полугосударственной, это было ЗАО, но я так понимаю, что вот это МБП было соучредителем. Ну, могу ошибаться. Ну, то есть это были все-таки частные деньги, которые они тебе платили? Это были частные деньги. Они могли... Тем выше был риск с их стороны. Именно. Но, видимо, я так подробно описал, как я это буду делать, избыточно даже, что у него возникло доверие, что значит я знаю, как это делать. Вот. Ну, дальше был в этапе исполнения, и у меня сработала интуиция на самом деле. Я мог бы сам это прощертить, я сам мог бы это рассчитать, но я не стал этого делать. Я пошел и нашел исполнителей. И, ну, как бы сделал... То есть ты сделал ТЗ, а реализовали его... Я курировал концепт, я формировал задачи, анализировал результаты там расчетов или пощерчений. Я ввел переговоры с заказчиком, согласовывал все это. Но я руками не делал это сам. И вспоминая этот опыт, я понимаю, что это был один из самых правильных, ну, если так сказать, действий в бизнесе. То есть он сразу автоматически делегировал полномочия? Именно. Он не стал критически привязываться. Иначе мы бы сейчас не видели Алексея Ниашвили. Алексей Ниашвили сейчас бы дышал над какой-нибудь пробиркой там. То есть в лаборатории. То есть он бы был полностью погружен в дело. Слушай, ну, а вот опять же к вопросу о ведении переговоров. Человек от науки, пусть даже прикладной, но абсолютно не под то заточен и не тому был обучен. Откуда вот это умение убеждать людей, умение коммуницировать в правильную сторону? Вот я вот так скажу. Я достаточно много уже повидал о людей науки. Алексей Ниашвили действительно уникальный человек. Потому что ему удается умение общаться и некую адекватность сочетать с предпринимательской жилкой и коммерческой направленностью. И при этом очень глубоко копать. И быть очень глубоко, да, фундаментально подготовленным. И причем оторванным от действительности в то же время. То есть он нерешаемых задач не существует. Это была такая маленькая реклама. Ну, глядя на Алексея, в это можно поверить. Это так. И на результаты его труда. Но ты понял, что первый успех получился. Первый успех. У меня была такая гипотеза. Раз я взял первый проект, все остальные проекты возьмутся там. Сами собой. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот важно. Мне кажется, нашим слушателям они вот слышат все техническая задача, принцип там, еще какие-то. Скажи, пожалуйста, и вот что родилось? Какой был твой первый продукт? Вот как вот... Что это была за штука? Что за штука это такая была? Что ты там сделал такого волшебного? Ну, смотри, это была барокамера. Барокамера — это такая бочка, в которой поддерживается 10 атмосфер, в которой люди сидят иногда от трех дней до недели. И там очень нужно четко поддерживать температурный и влажностный режим. И вот нужно было обеспечить вот этот температурный и влажностный режим при ограниченном пространстве, при вот таких вот условиях очень жестких. И вот мы создали систему, которая обеспечивала бы вот этот вот температурный и влажностный режим. Ну, и ты решил, что отсюда же пойдут и следующие доказатели? Я быстро потратил эти деньги, конечно же. Решил, что следующий проект, значит, тоже будет вот так легко. И у меня была там яма. Долгое время. Так как я и правда не знал, как вести бизнес, как сделать поток клиентов, я сначала там находил предприятие через Яндекс, которое что-то разрабатывает, которым требуются инженера, и рассылал там письма. Расскажи, вот как ты звонил. Это тоже на самом деле... Сначала я даже не звонил, сначала я просто рассылал письма и ждал отклик. Отклика, конечно, не было. Затем я понимаю, что на сухом паке надо звонить. Я стал звонить. Стал звонить, и здесь тоже сработал такой триггер. Я звонил и говорил, вот такая-то компания при МГТУ имени Баумана. И вот эта представка всегда мне открывала доступ к главным инженерам, техническим директорам, генеральным директорам, проблемы. Не всегда получали встречи. Потом я стал уже, особенно после бизнеса в молодости, я понимал, что надо придумывать еще причину, почему надо со мной встретиться. И я говорил, что у нас есть проекты, бывают специалисты, нам нужны какие-то другие. И вот у вас есть, мы видим, что вы разрабатываете оборудование, у вас есть свои специалисты. Давайте познакомимся, может быть, какие-то совместные проекты. То есть я шел уже не как к нему, как к клиенту, а шел как уже заказчик и партнер для них. Поэтому, конечно же, повода отказываться не было. Хитрый жук. Но все-таки ты говоришь, что была яма. Была яма. Было месяца 3-4, когда проектов не было. И здесь, ну мне все говорили, устройство на работу уже. Потому что надо было квартиру. Особенно родители. Родители, брат, окружение. переживали все за меня. Естественно. А я почему-то был упорным. Я понимал, что я хочу заниматься только этим. Не хочу возвращаться работать инженером или ученым. И тут ты нашел бизнес-молодость. И увидел, что в Ассоциации менеджеров проводится семинар бизнес-молодость. Тогда это был третий или четвертый семинар, наверное. Первая группа. Я пришел. Мы только начинали. Только начинали, да. Там было 10 землекопов у нас в офисе на Малникишке. И тут пришел землекоп Супермен. Об этом после новостей. С нами в студии сооснователь проекта бизнес-молодость Михаил Дашкиев и основатель компании инженерных решений для бизнеса фабрика мысли ученый Алексей Наниашвили. Ты походил по семинарам и вот тебя вынесло этим безумным прибоем на остров бизнес-молодость. Да. Только это, конечно, был не остров. Это была такая коммунальная квартира страшненькая с облезглобными обоями но с горящими глазами у всех участников. Это было крайне романтическое время. Я помню, как появился Алексей Наниашвили. Он, ну, как бы сказать, какое у меня было восприятие Алексея Наниашвили. Вообще он совершенно отличен от всех твоих подопечных и учеников предыдущих. По всему. Даже по образованию, даже по целям и по продукту, который он предлагает. Это факт. Это факт, да. Ну вот. И вот пришел Алексей Наниашвили. И тогда мы сидели в кружком и тогда была такая практика говорить, брать на себя некое обязательство по тому, сколько человек хочет заработать денег на период какой-то, на неделю, на месяц, на сколько-то. Люди говорили там, тогда еще совсем небольшие цифры, 10 тысяч, там, 50. Кто-то говорил какие-то страшные слова. И вот Леша говорит, мне нужно 15 миллионов до конца года. А там уже, в принципе, конец года. Ну и мы так поражали, конечно. Ну, очередной псих какой-то ненормальный. А, Леша, откуда такая цифра сформировалась? Почему именно 15? Я ведь максималист. Я всегда считал, что чем выше цель, тем выше достижение. Но почему именно 15? Почему не 19, не 13? Я просто прочитал, вот, квартиру, машину, и как-то у меня она родилась. Сейчас уже 15 миллионов не хватает, к сожалению. Ну, вот, да. Мы еще дальше поговорим про... На сухом пайке именно 15 миллионов было то, что нужно. Да, крайне изумительную логику, бытовую логику жизни Алексея Нашвили, правила жизни, но это потом. Так вот, я вам сказал, 15 миллионов, и мы так все улыбнулись так, немножко так. Понятно, что это какой-то бред. И потом на следующей неделе Алексей появляется и говорит, ну, все говорят свои результаты. Ну, за неделю кто-то там, я заработал 3 тысячи рублей, все ему хлопают. Кто-то там, я заработал 0 рублей, там, подбадривает, да, кто-то 50. О-о-о-о! А Алексей говорит, а я заработал 750 тысяч. И вы знаете, это была такая электрическая пауза в зале. Все так смотрели на него. Ну, как бы, да. А что, на чем? Ты кто? Я взял проект. Ну, он взял проект и не поболялся назвать такую цену, цифру. Я оправдался. И вот тогда, скажем так, я положил глаз на Алексея Ниашвили. Ну, подожди, Леша, ну, неужели ты сказал, мне надо 750 тысяч? Никто не сказал, да ну нафиг. Я вам больше скажу, я сейчас сказал, полтора миллиона. А сэшли? А сэшли и все. А сэшли и все. Нормально. А это что это было? Это было 800, но минус налоги там вот так где-то получается. А что было за изобретение? Был такой аппарат, в котором нужно было дышать гель-кислородной смесью. И нужно было сделать, ну, послеоперационные пациенты и дети не могли продохнуть вот этот весь контур. И нужно было ну, решить эту проблему. В общем, объясню. Я люблю объяснять сложные слова Алексея Ниашвили. Есть ингалятор, надо дышать. Специальная смесь, которая оздоравливает легкие там организмы. А дышать очень физически трудно. А дышать после операции реально сложно. То есть, высосать из ингалятора мы не можем. И сильно развитые. И вот мы придумали приставку, которая улавливает попытку вдоха, помогает продохнуть. И улавливает попытку выдоха, ну, чтобы не захлебнулся человек. И ослабляет поток. И вот такая приставка, не навязывая ритм дыхания, позволяет легче пользоваться этим аппаратом. как бы дышит вместе с человеком приставка. Да, вот улавливает прям попытку вдоха, попытку выдоха. Ты положил на Лёшу глаз. Такое я слышу впервые от тебя, как от основателя бизнес-молодости. То есть, ты понял, что не просто ты можешь стать этому человеку-наставником и научить его делать бизнес на своих талантах. Я понял, что я могу у него учиться. Это на самом деле. Вот учусь до сих пор. Сначала где-то года, наверное, там около полугода, может, семи месяцев я приглядывался и думал, в чем подвох. Ну, как бы, ну, не может быть. Так не бывает. Да, так не бывает. Потом Лёша как-то исчез из виду, написал большое письмо, такое благодарственное, как он там какой-то проект там огромный, замутился стадионом. Он придумал там целый стадион там мобильный. В общем, большой у него был проект. И постепенно в виде, как тысячи наших, ну, тогда еще не тысячи, тогда еще сотни наших участников там продавали щебень, там, песок, крупный рогатый скот, футболки там и так далее. Сантехнику. Я понял, что, ну, начинает надоедать. Мало того, становится сложнее. И, ну, как сказать, у меня нет такой, знаете, цели. И вот, я всю жизнь продавал щебень. Ну, ну, как-то не прикольно. И родилась как раз тогда, впервые вот начали появляться мысли об продукте, о собственном продукте. Причем, о том продукте, который будет не просто, да, не просто инновационный, а нужный рынку, который поглотит, по сути, с собой весь рынок, потому что он просто будет лучше. Начали появляться подобные Алексею, ну, не такие, как бы, крутые люди, и которые вот вдохновили меня как раз идеей инноваций. И потом в голове всплыл Алексей, я позвонил ему, он тогда как раз у него решался, решалась судьба там с миллионами долларов там на этот стадион. И потом он как бы взял время подумать, потом мы встретились еще раз, и мы начали работать. В плане именно фабрики мыслей. А что, Леш, ты вынес из БМ? Из общения с этими парнями? Первое, ну, все учат, как развивать бизнес, а там учили, как начинать. Я увидел вот эту логику, как начинать, то есть поток клиентов, там, исполнение, я увидел, ну, добавилась дерзость, добавились скрипты. Раньше я... Скрипты — это речевые модули. Речевые модули. Это означает, как говорить. Да, то есть, ну, вот, амбициозность стала выше, но какая-то инструментальность вот по ведению бизнеса, у меня была инструментальность по выполнению проектов, но не было инструментальности по ведению бизнеса, я тогда это даже бизнесом-то не называл, и даже, ну, как бы, не знал, лучше это или хуже, чем вот другой какой-то путь. То есть, все концентрировался на продукте. Хотя уже тогда, в первом месяце, мои же ученики из Бауманки говорили про него, у нас есть некий Алексей, он там вообще просто... Жжет. Он олигарх там. Да ладно. Там на крыше есть офис, то есть, про него ходят слухи до сих пор на Бауманском университете, какой он там гений мысли. Ну, поэтому вот, ну, вот это большой толчок. И вот, когда я второй раз пришел, когда Миша меня пригласил в этот проект, вот я до сих пор этот второй толчок, третий, четвертый, я до сих пор учусь, до сих пор впитываю все, до сих пор вот, как бы, ну, расту. Идея создать именно вот такую фабрику талантливых людей, которые способны делать уникальные вещи, необходимые рынку, кому принадлежит? Тебе или Миша? Ну, наверное, Алексея. Она, знаете как, вот она возникла на самом деле в двух головах. У меня была мечта, я читал когда-то книжку про фабрику мыслей, такие организации в Америке, которые создают новые парадигмы, продукты и так далее, потребности. И вот так назвали оттуда. И когда Миша мне предложил, что давай займемся с инновациями, вот оно вот совпало. Вот я могу решить любую техническую задачу, он может любой продукт продать. И вот на этих амбициях обоюдных мы как бы вот и совпали. Нам потребовался примерно год, мне лично потребовался год, чтобы осознать очень важную штуку. Вот как мы создали бизнес-молодость, поняв, что есть огромный интеллектуальный барьер в виде страхов и стереотипов относительно бизнеса. И нашли эту лазейку, эту технологию, которая позволяет, по сути, достаточно быстро и гарантированно при отсутствии стартового капитала в этот бизнес войти. Точно так же мы нашли еще более серьезный интеллектуальный барьер, связанный с инновациями. Даже если человек зарабатывает деньги, причем немаленькие деньги, человек просто не верит в то, что в его руках может оказаться идеальный продукт. Да. Он связывает, как я уже говорил, это либо то, что это требует миллионы долларов инвестиций, гений, мыслей, да, и так далее. Или он связывает инновации обязательно со всякими крупными государственными организациями, типа Роснано, там, Миллиарды, Ядерный Андронный, Коллайдер. А мы поняли, что инновация это может быть вполне небольшая штука. То есть это может быть там лопата, ситечка для чая, совершенно верно. Это может быть там инновационная бахила или инновационные наушники или инновационный стакан. И если он будет реально лучше, то в этом маленьком ситечке для чая содержится на самом деле миллион долларов, потому что мы просто входим во весь рынок. И вот мы начали копать эту историю с инновациями, смотреть, знакомиться, на самом деле делать грубейшие ошибки, потому что сначала мы там всяким бредом занимались. И вот сейчас, в принципе, мы пришли к успешной модели, которая позволяет эти инновации гарантированно создавать. А как вы привлекаете сотрудников в компанию Фабрика Мысли? Кто проходит кастинг в эту уникальную структуру? Опять же, моя насыщенная студенческая жизнь позволила мне познакомиться с огромным количеством научных коллективов, инженерных коллективов, людей, инженеров. И вот это... Ну, то есть я знаю инфраструктуру вот этого научного мира. То есть, ну, вот нужен такой специалист, я знаю, где его найти. Я знаю, как ему поставить задачу, как с ним поговорить, чтобы он это делал. Ну, вот этот бэкграунд позволяет мне под любую задачу находить специалистов. То есть тебе не нужно иметь какой-то большой штат людей, у тебя есть аутсорсеры во всех сферах. Ну, у меня есть люди, которые в штате, которые постоянно что-то делают, а есть люди, которых, правда, я просто привлекаю под конкретный проект. Ну, это такая проектная работа. Хорошо, а как сейчас ищутся клиенты? Как вы действительно пробиваете этот лед, не веря в инновационный, в доступность инновационного продукта? И как вы сегодня находите своего покупателя? Если раньше это были в основном холодные звонки, встречи, сейчас работают как ни странно рекомендации. Ну, да, то есть это уже начался такой лавинообразный процесс. Здесь же, наверное, обычно или до генерации, или директом... Смысла нет. Смысла нет. У нас... Слишком специфический потребитель. У нас, честно сказать, да, до сих пор нет сайта, потому что просто руки не доходят его сделать, потому что количество проектов в проработке и в деятельности, в разработках очень большое. То есть там даже вышла одна там статья в Форбсе и с тех пор каждый день там идут звонки, обращения входящие и так далее. То есть и в этом уникальный случай, что те механизмы, которым обычно учат БМ, здесь неприменимы? Применимы. Именно применимы. То есть сайт явно удвоит поток, но просто пока его мы еще не можем переработать. Тут еще такая важная штука к вопросу, где мы ищем проекты, где мы ищем людей. Сначала мы брали все. Это вот как в бизнесе, да? Сначала ты не думаешь, какую работу делать, ты делаешь всю работу, лишь бы заработать деньги. И точно так же и с инновациями. Мы брались практически за любую идею, даже если она какая-то корявая, плохая, все равно возьмем. Потом, а инновация это гораздо более сложный процесс, на самом деле, чем торговать щебнем. Ну вот, это действительно надо проворачивать этот маховик. Там возникает много и технических, и человеческих, и коммерческих проблем. Да, там, создать даже прототип, это, ну, это тоже достаточно сложно. Да, да. Да даже дело не в деньгах, а вот именно вот в постоянных микропроблемах, которые могут возникать. Да, и задачи, которые надо решать. И вот мы с Лешей, при том, что у него большой интеллект, у меня, конечно, не такой большой, но тоже какой-то есть. Нам потребовалось полтора года, чтобы понять очевиднейшую мысль, что самое главное в инновациях это человек. Это то, что у человека стоит за плечами. Потому что, если человек нулевой, это, например, какой-то гениальный студент, который вообще ни рубля не заработал, никакой инновации у него не получится. Почему? Вот по нашему опыту. А вот так, потому что инновации это не просто там чертежи, это не просто защита на каких-то там в семинарах и конференциях. Инновация это решение проблем, это решение задач, в том числе договориться, продать там и так далее. Нам пришлось зарубить около там семи своих проектов, просто взять и отрезать их от себя, которые мы ввели, в которые мы вложили даже свои деньги. Чисто по причине того, что, несмотря на гениальность этих проектов, просто был слабый локомотив, то есть слабый основной игрок этой инновации. Ну вот, основной, как сказать, не то, что заказчик. Ну там, это некий студент, который что-то придумал крутое, вот у него даже, при том, что идут заказы, а инновация правильная, это когда сразу получается куча заказов, куча интереса, а он просто жует сопли. Ну вот и все. И мы поняли, что мы будем концентрироваться на людях, которые уже доказали свою дееспособность с точки зрения рынка, которые зарабатывают от миллиона и выше, а это означает, что у них уже есть клиентская база, что у них уже есть спрос, понимание. Если продукт окажется в их руках, они порвут рынок. Как зарабатывать миллионы в месяц исключительно силой мысли и интеллекта? Об этом сегодня говорим в программе «Вдоле». У нас в гостях Алексей Наниашвили, ученый. Продолжим после новостей. Это программа «Вдоле». Сегодня мы говорим о прикольных штуках с Михаилом Дашкиевым, сооснователем проекта «Бизнес-молодость» и основателем компании инженерных решений для бизнеса «Фабрика мысли» Алексеевна Наниашвили. Расскажите, действительно, что за штуки-то вы делаете? Я поняла, барокамеры были, был помогатель дыхания для ингалятора. Вот этот диспенсер, значит, конденсата для кондиционеров, это действительно потрясающе. Я помню, с Артемом Поповым мы разговаривали о пожаробезопасных воздушных фонариках. Это тоже ваше тело. А еще? Этот, кстати, проект доказал, что инновация это не обязательно действительно что-то большое и долго. Проект был разработан практически за пару недель, да? Да. И с крайне низким бюджетом, но тем не менее он создал конкурентное преимущество огромное перед всем остальным рынком. То есть мы создали пожаробезопасные фонарики. Они имели свойства, которые не было ни у кого. А какие, Леш, какая у тебя любимая история из тех проектов, которые вы уже сделали? И вообще, расскажи некий хит-парад, то есть вкратце презентация штук. Любопытно же. Если говорить про инженерные направления, вот, например, делали линию по автоматической проклейке пеналов. Вот знаете, школьные пеналы есть. То есть там было ручное производство, а мы сделали полуавтоматическое производство. Да, тут даже не только инновации, тут могут быть, в принципе, такие оптимизационные вещи. Наладка производства или снижение себестоимости уже текущего продукта. Что тоже очень и очень важно для рынка и для потребителя. Ну, это да, это решает какую-то бизнес-задачу клиента. Сейчас мы работаем над несколькими инновациями в области биде крышек, например, придумываем такую крышку, которую мыть унитаз, а вот теперь она будет сама мыть, этот унитаз. Слушай, но я видела такие в Японии, они уже есть. Зачем изобретать то, что уже есть? Или вы изобретаете что-то более дешёвое? Есть дорогие, дорогая сантехника, которая всё нафигачно там, и она там всё только не делает. А вот так, чтобы взять и поставить на любой унитаз для простых смертных или даже для корпораторов, ну, такого нет. Вообще, есть, но, у всех есть такой стереотип, что вот если продукт есть, то рядом продукта не может быть. На самом деле смотрится, как он продаётся, смотрится, всё дело в деталях. Если есть детали, то есть особенности. Да, если есть унитаз за 150 тысяч рублей, но можно сделать эту же штуку за 15 тысяч, да, то... Да, то есть, мы умеем находить эти детали и превращать их в особенности. Мы умеем выявлять потребности в боли. Мы умеем ставить правильные задачи. Эти правильные задачи изящно решать. Ну, ещё расскажите, ещё парочку. ещё расскажу. Сейчас мы работаем над аппаратом по надеванию бахил. Вот есть медицинские бахилы, например, их надевать достаточно сложно. Я в одном медицинском центре видела похожий аппарат, но он всё время ломается. Именно. В этом и проблема. То, что очень часто инновация, это не обязательно нечто кардинально новое, это просто то, что и так уже есть, но без недостатков. То есть, идеальный продукт, идеальный аппарат. Ну, а ещё, ещё расскажите, какие ещё прекрасные штуки? Ну, вот из последних. Аппарат по надеванию бахил. Я видела такой аппарат в одном медицинском центре, но правда он всегда сломан. Именно. Инновация это не обязательно нечто кардинально новое, это в принципе идеально реализованный продукт, то есть, без проблем. А проблем в технических системах любых на самом деле куча. Вот я раньше воспринимал, знаете, как вот что-то исполненное в металле или в пластике, как святая святых, к чему я не могу притрагиваться. Это уже идеально. А на самом деле сейчас я вижу несовершенство этого мира. Это не совсем так. Если есть пружинки, то они соскакивают, если есть там крючки, то они разгибаются, если есть там хрупкие детали, то они ломаются, электроника виснет и так далее. Такое сплошь и рядом. И поэтому перед нами стояла задача и стоит до сих пор. Мы вот сейчас сдаем этот аппарат. В криминальном чтиве мистер Волф решает все проблемы. Да, да. Вот мистер Наниашвили решает все проблемы. Перед нами стоят задачи создать дешевый аппарат, потому что аппарат стоит 30-50 тысяч рублей, создать аппарат, который будет иметь... износа устойчивый. Надежный, простой, чтобы бабушки его не пугались, чтобы он был интуитивно понятен, чтобы он учитывал женскую ногу с высоким каблуком и мужскую ногу 46-го размера, а желательно еще и детскую ногу, чтобы бахилы или нечто, что эти бахилы заменяют, была большая погрузка, то есть загрузка не 10 бахил там, а 1000 бахил, чтобы не приходилось его обслуживать. И вот как многие аппараты сейчас от чего страдают из-за того, что бабушка, например, заходит, засунула ногу, побоялась, вытащила, бахила взяла, свернулась, и все, и аппарат заглох. То есть нужна нянька, нужен человек, чтобы эту бахилу там вытащить и перезапустить. Вот с таким комплексом проблем мы и столкнулись. И вот сейчас его и решаем. То есть мы повышаем с одной стороны планку притязаний, а с другой стороны детально анализируем техническую систему. Но все-таки, Леш, возвращаясь к твоей личной жизни, что эта деятельность, твоя фабрика мыслей позволила тебе в бытовом плане сделать со своими материальными потребностями? Потому что, Миша, ты мне обещал рассказать и нашим слушателям, какие особенные у Леши бытовые притязания. Ой, у него очень интересные притязания. Да, если он сам не расколется, я расскажу так, чтобы у него не было выхода. Например, Алексей тут недавно задумал купить Геленваген себе. Почему именно Геленваген? Харизматичная очень машина. Да, вот мы были с ним в Мерседесе, там смотрели всякие GL, ML. Нет, говорит, не цепляет вообще. А вот Геленваген цепляет. И вот решил себе купить Геленваген. Геленваген, по словам родителей жены, стоит столько же, сколько квартира. Поэтому покупка Геленвагена представляется крайне дебильным решением. Всей семье, кроме Алексея. Да, а вот Алексей не так не считает. То же самое с квартирой, где он сейчас живет. А недавно он мне ляпнул такую фразу, Миша, а если, не знаю, а если наличными семь миллионов, то почему бы не пятнадцать в кредит? Может, Майбах купить? Как бы. И вот вполне такое вот мышление, причем это не шутка, это абсолютно серьезно. Ну, это логично. Я его отговариваю, конечно, от Майбаха. У тебя есть деньги, ты покупаешь самое лучшее, что есть. Да. В данный... Просто обычно, как привыкли люди, надо сначала купить квартиру, пусть маленькую в Красногорске, где-нибудь там двушку или однушку, маленькую, ничего страшного, зато свою. А вот он не хочет покупать двушку. Ну, что это я говорю за него? Скажи ты. Ну, просто я на самом деле и визуал, и аудиал, и киноэстетик, и я... Ну, мне нравятся красивые вещи, функциональные вещи. Ну, мне без этого, как изобретателю, нельзя, в принципе. Ну, собственно, он не может быть, а позже без шапог. Если он мастер инженерной мысли, он должен ездить на шедевры инженерной мысли. Да, да. Вот, и поэтому, ну, я, когда вот в первый раз, ну, не первый раз, когда мы стали с Мишей делать проект, я, в общем, быстро понял, что надо повышать уровень нормы, как вот по словам бизнес-молодости. И я переехал в хорошую квартиру. Съемную? Съемную. Ну, дорогую. Дорогую, с охраной, с подбоком, с азбукой вкуса, то есть, ну, резко повысила. С панорамными окнами. С панорамными окнами, с хорошим видом, 17 этаж, там, ну, со всеми аксессуарами и так далее. С люстрами хрустальными. А купить такую квартиру нет пока амбиций? Если лучше купить квартиру. Ага. Но поначалу я хочу еще лучше в квартире пожить или в доме еще пожить. Ну, потому что я когда начал, переехал в эту квартиру, я начал разбираться в квартирах. Ну, я теперь, вот знаю, Опасный человек. Не давайте ему кулинарную книгу читать. Закормить до сверти. Инновационную еду. Так. Ну, то есть, мне нравится красивая жизнь при всем при этом. То же самое с машинами. Да. Наразоваться машины. Ну, я до этого водителем не был, поэтому машину я очень просто выбираю, чтобы выглядело здесь хорошо. А, то есть, это будет первый автомобиль? Это будет первый автомобиль, да. С водителем. Ну, потому что я был всю жизнь в городе, где не было даже светофоров, там автомобили в принципе не нужны были. Потом я был студентом и жил через дорогу, вот был университет. Вообще. Потом мне хватало на все это время. А потом в руках оказалось 7 миллионов наличными, и пришлось покупать автомобиль. Поэтому, ну, вот так. Какие у тебя планы амбициозные и по делу, и по быту? Что дальше? Ну, если вот завершить разговор по быту, когда-то я поставил себе такой вопрос. Ну, хорошо, вот если покупать самую хорошую еду, самую хорошую одежду, самую дорогую, вот есть ли потолок? И увидел, что на самом деле потолка нет. И олигархи, которые сейчас есть, на самом деле получают не так уж и много. Если покупать то, что в мире самое лучшее. И я успокоился. Думаю, ну ладно, потолка здесь нету, значит, как бы все хорошо. Это я все вот по быту. А вообще, вот у меня, все, все, что меня движет, это любопытство. Вот мне всегда нравилась наука, всегда нравилось узнавать про мышление человека, узнавать про автоматику, про какие-то технические новинки. И все, что я сейчас делаю, это я реализовываю, на самом деле, свое любопытство к этому миру. Ну, у меня куча вопросов к этому миру. Как долго прожить? Как человек мыслит? Как создавать уникальные продукты? Как перемещать вещи, чтобы они вот рождались, как в принтере, по почте перенесывать? В чем сила, брат? То есть, ну, у меня куча вопросов к миру. И вот эти вопросы, делая, практические проекты, я их, ну, на них отвечаю. А еще здорово, то, что на самом деле проект «Фабрика мыслей», вот и Алексей, и, по сути, и я в придачу, и «Бизнес молодость», потому что это дочерний проект тоже «Бизнес молодости» общий. Есть такая еще амбиция, как это, американцы говорят, как бы, надрать всем инженерам, которые не смогли справиться с этой задачей. Мы сейчас работаем там на одном крупном цементном заводе, решаем проблему транспортировки мела там из карьера на завод, и инженеры мира не могут справиться с задачей из-за того, что конвейер встает. Ну, вот такая вот лента... Лента рвется, сходит. Да, и это особый кайф, на самом деле, когда просто незамыленным взглядом либо полностью меняется принцип действия, либо ищется какая-то лазейка интеллектуальная, и задача решается. И, как правило, сначала это решение отторгают, в нем сопротивляются. Саботируют. То есть саботируют, да. Но это особый кайф. То есть кайф не только в том, чтобы... Кайф побеждать. Каждый раз играть в какую-то игру и побеждать в этой игре. И вот каждый проект... И разрушать стереотипы. Да. Ну, да, наверное. И вот каждый проект, на самом деле, это такая поход в неопределенность. Потому что отрасль новая. В первое время задаешь такие вопросы заказчику, и он будет решать эту задачу. Этот лох. Он такие элементарные вопросы задает. Но в скором времени мы приходим, например, к заказчику, говорим, на самом деле у вас не в этом проблема, а вот в этом. Вот ее надо решать. И здесь вот так вот откидывается заказчик, и он понимает, что ту задачу, которую на самом деле надо решать, нам было бы даже проще, чем ту, которую он хотел. Ну, например, недавно мы взяли и донесли такую... Давай, заканчиваем. Недавно взяли и отказались от системы дренажа в кондиционерах. Человек был просто в шоке. Ну, то, что в воду можно вообще возвращать обратно в воздух. Друзья, фабрика мыслей работает, а это значит, у нас еще не все потеряно, и у нас есть шансы на светлое будущее. Спасибо огромное. Михаил Дашкиев, Алексей Наниашвили и «Бизнес-молодость». Оставайтесь в доле. Пока.